Добрый вечер! В эфире новости на телеканале «Осетия и Раштон» в студии Валерия Козаева. О главных новостях расскажем прямо сейчас. Работников сферы ЖКХ сегодня наградили почетными званиями и благодарственными письмами. Торжественную церемонию провел глава республики Сергей Миняйло. Он поблагодарил сотрудников за многолетний труд в такой непростой, но важной сфере. Республики могли открывать для себя что-то новое в истории, культуре родного края. Первый визит-центр торжественно открыли в Улагирском районе. Его посетил первый вице-премьер Мурат Агузаров. Гости уже отметили уникальный концепт и мультимедийные инсталляции. Сделают нашу республику еще привлекательнее для туристов. Наши педагоги несут образование сквозь призму обучения и воспитания. Этим мы всегда отличаемся во всех профессиональных конкурсах. В Северной столице завершился всероссийский конкурс «Педагогический дебют». Учителя из Северной Осетии вновь вернулись триумфаторами. Три лауреата в трех разных номинациях. В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба. По предварительным данным, перед началом концерта в зал ворвались вооруженные люди и начали стрельбу. Есть погибшие, сейчас здание горит. К другим новостям. Сергей Миняйло и полпредпрезидента ВСКФО Юрий Чайко провели двустороннюю встречу. Юрий Чайко лично поблагодарил руководство региона за высокий уровень организации голосования на прошедших выборах. Стороны обсудили социально-экономическую и общественно-политическую обстановку. Рассмотрели основные показатели развития Северной Осетии. Отметили позитивную динамику, в том числе в реализации национальных и прорывных проектов. Один из самых известных и крупных из них – всесезонный туристко-рекреационный комплекс «Мемисон» в Лагирском районе. Сергей Миняйло рассказал о текущем этапе строительства курорта. Сейчас на территории возводят объекты горнолыжной и туристической инфраструктуры. Две канатные дороги, 20 километров трассы и система искусственного снижения. Создаются другие условия для организации отдыха. К концу года планируется завершить строительство дороги от нижнего заромага дома «Мемисона». Сергей Миняйло провел рабочую встречу с представителем ВБРФ Денисом Синицыным. Стороны обсудили вопросы развития и финансирования новых инвестиционных проектов региона. В частности, представитель ВБРФ рассказал о доступных инструментах поддержки перспективных проектов, требованиях к степени проработки и о возможной структуре их финансирования. Говорили о том, что региональные инициаторы новых бизнес-инициатив смогут через ответственных представителей правительства республику напрямую передавать запросы о финансировании своих проектов ВБРФ. Конечно, с учетом соблюдений требований Госкорпорации развития. Напомним, поручение о реализации инфраструктурных, экспортных и промышленных проектов с привлечением ВБРФ дал президент Владимир Путин по итогам встречи с главой Сергеем Миняйло в 2021 году. Сергей Миняйло встретился с семьями военнослужащих, погибших при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Глава выразил слова поддержки родственникам героев. Он передал ордена мужества, которыми военнослужащие награждены посмертно. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Сергей Миняйло также подчеркнул, что республика продолжит оказывать всю необходимую помощь семям по самым разным вопросам. Во Владикавказе открылась благотворительная выставка «Искусство свои». В выставочном зале Национального музея республики представили порядка 70 работ. Среди участников проекта – народные и заслуженные художники России. Все работы выполнены в разных техниках и тематике, но заль одна – поддержать солдат в зоне специальной военной операции. Каждый желающий может приобрести любое понравившееся произведение. Вырученные деньги перечислят в фонд помощи участникам СВО. На официальном открытии – председатель парламента Таймурас Тускаев, представители Союза художников и просто жители республики. Выставка продлится до 31 марта. Я благодарен своим коллегам, депутатам парламента, которые проявили инициативу приобрести ряд картин, помочь бойцам на передовой, а приобретенные картины передать в дар нашему Национальному музею, чтобы и жители нашей республики, и многочисленные гости могли посмотреть и насладиться вот такой высоко художественной работой. Сегодняшняя выставка – это как бы коллективная акция. Наш Союз – это самый большой творческий Союз во всем Кавказе и даже в Москве знают, насколько весомый Союз. Только у нас, из южных городов, в Союзе есть действительные члены Академии художеств, народные художники России. И поэтому все откликнулись с большим воодушевлением, встретили эту идею. Борис Джанаев посетил Центр специальной связи и информации. Федеральная служба охраны России в Северной Осетии его открыли в декабре. Впервые с момента начала функционирования станции ВЧС-связи в республике, а это более 80 лет назад, подразделение правительственной связи в регионе получило место постоянной дислокации. Борис Джанаев и председатель парламента Таймурас Тускайф осмотрели территорию и объекты комплекса. Там построены учебный корпус с подземным тиром, площадка для развертывания полевых средств связи, боксы для техники, физкультурно-здоровительный центр, спортивных городок, общежития и кухня-столовая. Для коллектива Центра созданы комфортные условия для службы и работы. Установлено современное оборудование и вся необходимая техника. Создание нового комплекса Центра специальной связи и информации – это необходимость, которая назрела за мной. Уже на протяжении многих лет служба ответственно выполняет ключевые задачи, обеспечивая надежную охрану и безопасность связи. Сегодня на современной площадке есть все необходимое для качественной и эффективной деятельности. Коллектив Центра получил комфортные условия для работы, а учебная база Академии ФСО России пополнилась новейшими объектами. Таким образом, значительно расширились возможности для концентрации сил и средств, а также проведения профильных мероприятий. Хочу еще раз поздравить весь личный состав с новым комплексом, пожелать успехов службе по защите интересов Российской Федерации и эффективному решению важных государственных подач. Те результаты, которые сегодня получены в республике, это результат системного взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов законодательной и исполнительной власти Республики СССР и ОЛАНИ, органов местного самоуправления. Мы с вами неоднократно встречались, обсуждали рабочие вопросы и принятые решения всегда позволяли принимать те новые решения, которые двигали нашу республику вперед. Так что всем огромное спасибо. Работников бытового обслуживания системы ЖКХ Северной Осетии наградили почетными званиями и благодарственными письмами. Церемонию приурочили к профессиональному празднику. Для гостей организовали концерт, выступили артисты и танцевальные коллективы республики. Наиболее отличившиеся сотрудники системы получили награды из рук главы региона Сергея Миняйла. Он отметил, невозможно переоценить значимость тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Работники этой отрасли обеспечивают в домах каждого воду, газ, тепло и свет. Это непростая, но очень важная работа. Глава пожелал всем собравшимся здоровья и профессиональных успехов. Вам всем, кто работает на земле, кто дает людям тепло и старается вовремя устранить аварию, кто дает людям воду и старается сделать так, чтобы это было надежно, кто дает людям свет и ремонтирует аварии и подломки, кто проводит людям газ. Вот вам хочу сказать огромное спасибо за ваш труд, за вашу работу. Почему? Потому что сама система жилищно-коммунального хозяйства, я сейчас пока не говорю о благоустройстве территории и всему остальному, это основа жизни и основа развития. В профессии я уже больше 13 лет. Моя работа связана в первую очередь с организацией системы обращения с твердыми коммунальными отходами у нас в республике, а также с реализацией вопросов энергосбережения. Сегодняшняя награда на самом деле очень значимая для меня. Это награда не только моя личная, это награда всего коллектива моего отдела. На самом деле очень приятно получать отдачу и чувствовать благодарность за выполняемую работу. Экс-президент Северной Осетии, чрезвычайный и полномочный посол зампред Комиссии России по делам ЮНЕСКО, вице-президент Совета по международным делам Александр Засохов удостоен звания почетного доктора Дипломатической Академии МИД России. Решение ученого Совета огласил ректор Александр Яковенко. В преддверии 90-летнего юбилея отметили яркие вихи дипломатической карьеры Александра Засохова, а именно работу послом СССР в Сирии с 1986 по 1988 годы, его участие в деятельности ООН. Первый визит в центр появился в Северной Осетии. Его торжественно открыли сегодня в лагере. Концепция вполне понятная и очень важная миссия – помочь туристам в выборе оптимального маршрута путешествия. Информацию о потенциале региона, карты схемы, схемы, все об истории и культуре региона. А с помощью технологий и дополненной реальности мультимедийные инсталляции полностью погрузят посетителей в мир природы. Все возможности уникальной площадки исследовала наш корреспондент Алена Гаева. Дорогие гости, рад привозить вас в свой дом. Шум листвы, ручья и пение птицы – это только один из залов. Зайдя внутрь, ты словно оказываешься в мире дикой природы. Экспонаты медведей, волков, ласок – каждая деталь здесь сделана из натуральных материалов. И даже есть интерактивная копия красной книги. В первом зале гостей ждали заказник ЦИСКИ, национальный парк Алани, Северо-Осетинский заповедник. В этом зале можно познакомиться с аватарами трех животных, которые представляют эти ООПТ. Они расскажут об основных туристических объектах на каждой территории. После просмотра видеоролика можно также на стендах познакомиться подробно с информацией. Юрский период, спящий вулкан и даже кубуская кругосветка. Необходимо лишь перейти по QR-коду и выстроиться уникальный маршрут. Выбрать экологические тропы, туристические, курсионные маршруты разной сложности. Здесь есть все, даже линзы с фото и видеоловушек. Заглянув вовнутрь, можно увидеть флору и фауну природы, за которой следят эксперты. И это не самая интересная локация. В невероятное умиротворение и спокойствие погружается каждый, переступая порог этого зала. 3D-виды города, в их башене природы республики. Здесь даже есть точная копия водопада «Кольцо». Именно он является фишкой этого зала. Для гостей организовали показ фильма об истории и традициях республики, а вокруг выставили информационные столбы с интересными фактами, легендами и мифами. А на возникшие вопросы в мононаушник ответили эксперты. Живой музей никого не оставил равнодушным. Все с удовольствием делали памятные фото. Как это все развивалось, что здесь было 30 миллионов лет назад, что сейчас, какие проблемы существуют в охране природы. Ну и, естественно, популяризовать идеи охраны природы и познакомить гостей и жителей республики с прекрасной природой Северной Осетии и наших особо охранимых природных территорий. В открытии визит центра принял участие Мурат Агузаров. Первый заместитель председателя правительства поздравил жителей и гостей республики, а после зачитал приветственный адрес от главы Северной Осетии Сергея Миняйла. Я хочу пожелать, чтобы таких проектов было в нашей республике как можно больше. Орданы власти, в свою очередь, прилагают все усилия для того, чтобы республика развивалась и процветала, чтобы сохранить все то природное и культурное богатое наследие, которое у нас есть. Полное погружение в природу, технологии дополненной реальности, а также историко-культурные экспонаты. Девять тематических залов и локаций в визит-центр «Заповедная сеть Алания» создан в рамках проекта развития туристской инфраструктуры и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его двери открыты для всех гостей и жителей республики. Алена Агаева, Казбек Басаев, Новости Осетии. В Беслане сегодня торжественно открыли новую подстанцию скорой помощи. Для жителей города, да и самого медицинского персонала это событие долгожданное. Раньше условий не было, не хватало и современного оборудования. Сейчас есть все самое необходимое и даже больше. Здание лично осмотрел министр здравоохранения Суслан Тебеев. Алана Тумаева подробнее. В новой подстанции скорой помощи Бесланы есть автоклавное помещение. Здесь стоит современная аппаратура, которая позволяет обрабатывать абсолютно все медицинские инструменты. В здании установили проточно-вытяжную систему. Она обеспечивает каждое помещение здания свежим воздухом. Новую подстанцию укомплектовали всем необходимым и современным оборудованием. Раньше, конечно, мы работали в старом здании, условий никаких не было, но мы работу свою выполняли. Сейчас, слава богу, наконец-то мы дождались, столько лет мы ждали этого нового здания и дождались. Условия прекрасные, все предусмотрено для отдыха персонала и водителей. Отдельно ординаторская, где бригады могут спокойно заполнять свою документацию. Диспетчерская отдельно, куда вызова поступает 112 и 103. И все остальные условия, моменты, которые нужны для суточного пребывания смены дежурной для всех бригад. Подстанцией будут работать 58 человек. Пять бригад скорой помощи и шесть машин. Обслуживают 55 тысяч населения. На торжественном открытии медперсонал подстанции, руководство района и министр здравоохранения Суслан Дзебев. Он поздравил сотрудников с долгожданным новым зданием и пожелал успеха в работе. Подстанция построена по соответствии с распоряжением 2980. Там очень много объектов здравоохранения, которые уже открыты и построены. В этом году также мы будем открывать в рамках данного распоряжения еще и поликлинику правобережной центральной районной больницы. Конечно, по поручению главы мы совершенствуем скорую медицинскую помощь. В первом полугодии этого текущего года будут обновлены планшеты для врачей и фельдшеров. Дополнительно поступает и автомобильный парк. В сутки в подстанции скорой помощи правобережного района фиксируют, как правило, от 40 до 60 вызовов. Работают бригады даже в такой праздничный для себя день. Потому что главное – пациенты. До июня в программу консолидации объектов теплоснабжения войдут Владикавказ, Правобережный и Дегорский районы, а до конца года – Иравский, Алагерский, Пригородный и Моздокский. Имущественные комплексы теплоснабжения шести муниципальных образований уже перевели в государственную собственность. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Владикавказских тепловых сетей Алан Дуев. Само предприятие из муниципального в государственное перешло в прошлом году. Такие преобразования стали возможными благодаря участию республики в пилотной программе «Устойчивое экономическое развитие системы ЖКХ, воды и теплоснабжения». Также в ее рамках реконструируют и модернизируют систему теплоснабжения Владикавказа. За прошлый год предприятие достигло неплохих показателей по сбору средств за потребленные услуги. 76% среди населения и 92% среди юридических лиц. На протяжении 15 лет все отрасли теплоснабжения нашей республики пребывали в экономической рецессии и финансово-хозяйственной деятельности. Прежде всего причины этого обусловлены устаревшим оборудованием и критическим износом тепловых сетей, который достиг уровня 70% по всей республике. В целях участия в программе устойчивого экономического развития системы жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день проводятся мероприятия по установлению устойчивой платежной дисциплины. Проводятся обследования в зоне расположения тепловых сетей по выявлению несанкционированных подключений к сетям централизованного теплоснабжения и выявлению объектов, осуществляющих бездоговорное потребление. В целях разработки ремонта инвестиционной программы реконструкции и модернизации на 2024-2027 годы специалистами предприятия проводятся технические обследования источников тепловой энергии и инженерных систем теплоснабжения. Орфанным, то есть редким заболеванием, посвятили конференцию в Республиканской детской клинической больнице. Частота выявлений таких диагнозов – один случай на 10 тысяч. В числе спикеров – ведущие специалисты в области медико-генетической консультации. Они специально приехали из Москвы, чтобы поделиться последней информацией с нашими северо-осетинскими врачами и студентами медакадемии. Встречи проходят во всех регионах страны по инициативе Минздрава России. В Северной Осетии такое впервые. Как отметила заведующая медико-генетической консультацией РДКБ Юлия Габисова, узкие специалисты должны сплотиться и научиться своевременно выявлять орфанные заболевания. Итоги научно-практической конференции еще раз обсудят в Москве. Участники добавили, в Северной Осетии ситуация с такими заболеваниями остается стабильной. В прошлом году впервые удалось выявить 7 случаев нарушения обмена жирных кислот. Для этого существуют скринирующие программы. И мы сейчас вошли с начала, скажем так, 23-го года, мы вошли в расширенный неонатальный скрининг. Вот, расширенный неонатальный скрининг, он позволяет выявлять 36 наследственных заболеваний. 36 – это такое абстрактное число. Почему? Потому что даже первичные иммунодефициты, которые входят в этот перечень, Вообще отдельно их около 500 наименований. Поэтому, конечно, здесь намного больше выявляются патологии. Но пока, как бы так называемые ограничены 36. Всероссийский конкурс «Педагогический дебют-2024» завершился в Питере. Учителя из Северной Осетии уже традиционно ярко заявили о себе. На родину лауреатами вернулись три педагога, каждую свои номинации. Конкуренция, как и всегда, была большая. Лучшие наработки со всей страны, авторские методики и современные программы. Готовили наших конкурсантов основательно. Это прежде всего методические знания и психологическая поддержка, чтобы выдержать непростые испытания. Сколько у нас склонений? Этих три. Какие три? Вспоминаю, как отучить склонения. Русский язык Диана Кукоева традиционно начинает с повторения. Учитель начальных классов в свои 22 года умело справляется с третиклажками. Это ее первый класс, в котором, кстати, почти 40 человек. Удивительно, но при таком количестве учеников на уроке спокойно. С детским желанием пошуметь Диана Георгиевна научилась выстраивать грамотные отношения. И это одна из причин, почему она лауреат всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2024». Я думаю, изначально с первого класса я выстроила комфортное отношение с детьми. Мы понимаем, что мы ученик-учитель, но также вот этот комфорт и эти дружеские шутки – это тоже один из главных принципов моих уроков. То есть не будет урок, который пройдет полностью такой на серьезной волне, и все-таки будет что-то очень интересное и запоминающееся. С родителями мы тоже выстраивали такие комфортные отношения, не дружеские, но скорее понимающие. Мы понимали проблемы друг друга и старались относиться с максимальной поддержкой ко всему, что мы делаем. Доказала профессиональную компетентность Диана Кукоева на ученом этапе в Санкт-Петербурге. Номинация «Молодые учителя». Конкурсных заданий 4. Провести открытый урок математики, выступить на тему подмена ценностей, защитить собственную педагогическую находку. Чат-бот, который сам отвечает на вопросы родителей. Но самый сложный этап – решение педагогических ситуаций. За 10 минут Диана Георгиевна доказала – педагог – это призвание, не просто работа. Тут нужно с головой уходить в профессию, иначе не получится. Я очень ее люблю, я ее люблю за все. Она очень красивая, она всегда побеждает в каких-нибудь конкурсах, когда куда-то уезжает. Мы за нее волнуемся, всегда за нее болеем. Мы ее очень сильно любим, такой учительницы, как она, ее нет. Она очень хорошая. Лауреатами всероссийского конкурса стали трое наших северо-осетинских педагогов. С теми, кто меняет систему образования, ломает стереотипы, своим примером показывает, что в школе можно работать с удовольствием, встретилась Элла Алибекова. Министр образования и науки Северной Осетии вручила благодарности. За выдающийся талант, самоотверженное служение профессии и большой вклад в воспитание. Элла Алибекова отметила, именно лауреаты должны стать примером для будущих поколений учителей. Преимущество наших молодых педагогов, во-первых, в их возрасте, во-вторых, в том, что они являются яркими представителями нашей прекрасной республики. Самая главная наша особенность – это воспитательная составляющая. Наши педагоги несут образование сквозь перизму обучения и воспитания. И этим мы всегда отличаемся во всех профессиональных конкурсах. Заменить физкульт-минутки танцами предложил педагог доп. образования Республиканского дворца детского творчества Андрей Фокин. Современное танцевальное направление – его стихия. Работает больше 20 лет. По принципу, главное – создать позитивную атмосферу. Лауреатом стал в номинации педагог-наставник. И теперь советует молодежи участвовать в конкурсах профессионального мастерства. После любого конкурса, это мой уже не первый конкурс, всегда приезжаешь эмоционально заряженный и готовый, так сказать, к новым свершениям. Постоянно бывает обязательно какой-то хороший положительный опыт, много друзей, много новой информации. Поэтому однозначно желаю и рекомендую, чтобы обязательно ездить, потому что всегда хочется двигаться дальше. Речи Лахсати учит каждого ребенка не только двигаться в ритме жизни, верить в себя, в собственную уникальность и возможность реализовываться в обществе. Именно это должны получать дети во время уроков народной хореографии, говорит лауреат в номинации молодые педагоги дополнительного образования. Преподает также в Республиканском дворце детского творчества. На конкурсе успешно доказала – хореография – это отражение нашего духовного состояния. Мне понравился сам момент прохождения этапов конкурса, например, блиц-интервью. Как мы ориентируемся на вопрос, который нужно найти моментальный ответ. Что каждый из моих коллег думает, что делать в определенной ситуации. Республика – опытная участница педагогического дебюта. У нас сложилась целая команда, задача которой – сопровождать североосетинских педагогов, которых, кстати, всего было 25 человек. Месяц учили, как лучше говорить, вести себя, даже выглядеть. Специалисты института повышения квалификации работников образования, педколледж и методисты образовательных учреждений и конкурсантов. Проводили даже психологические тренинги. Волноваться причины были. В жюри победители прошлогоднего конкурса. Не может быть триумфа, если ты не уверен в том, что делаешь, считают наставники. Вы можете быть готовы методически, но когда работаете на аудитории и сталкиваетесь с таким стрессом, то, конечно, бывают случаи, когда даже самые одаренные передовые педагоги могут сдаваться. Поэтому здесь мы проводили такие психологические тренинги стрессоустойчивости, эмоционального интеллекта, как реагировать на вопросы, как реагировать на форс-мажорные ситуации, которые тоже могут случиться во время конкурсных испытаний. Педагогический дебют 2024 года – это 206 участников из 56 регионов нашей страны. Здесь можно не только доказать «ты лучший», главное, что учителя формируют сообщество, знакомятся с такими же креативными работниками системы образования. Это и есть тот самый обмен опытом, о котором сегодня говорят в Минобри России, рассказывают лауреаты. Зарина Калманова, Дана Малышева, Диана Кабалоти, Георгий Гагиев. Новости Осетии. Это были все новости пятницы. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин